Весенняя чистка продолжается. Сейчас уже полдвенадцатого. Сегодня я взялась за кухню, очистила вот все, отполировала эти панели наши синенькие кухонные и очень много потратила времени на духовку. Она была вся абсолютно, скажем так, закопчена. Сейчас вот какая она чистенькая и она уже просвечивается, все там видно. Еще чищу противень один, один уже почистила. Решетка тоже была вся коричневая. Сейчас, в принципе, вполне себе приличного вида. Уже хочется есть, но я не могу бросить процесс на полусловие, скажем так. Вот тут тоже была и пыль, и всякие разводы были. Конечно, довольно тяжело ухаживать за таким вот МДФ-ным крашеным покрытием, при том, что я вот пользуюсь обычной полиролью. Может быть, кто-то может подсказать, какое средство лучше для таких покрытий, чтобы прям вообще никаких разводов не оставалось, потому что даже после нее бывает на свету какие-то пятнышки достаются. То есть грязь, понятное дело, оттирается, а вот именно чтобы совсем было ровное покрытие, даже, не знаю, может быть, на видео, да, я вижу, что видны пятнышки кое-какие. Себя я не показываю, потому что я с утра вот как встала, так переоделась, умылась и сразу же за все это дело, и как-то не хочется мне сейчас пугать вас с собой. Ну, в общем-то, скоро буду завтракать, и, возможно, покажу вам мой завтрак. Завтрак творожного маньяка. Это у меня творог с огурцом. Это хлебцы с творожным сыром и помидорами черри. И творожная запеканка. Оно как бы не специально, просто так получилось, что все это есть в холодильнике, и все это надо есть. И кому как не мне это есть. Дети, кстати, сейчас у бабушки, у Веры каникулы, и они вдвоем вчера отправились. Погостить. Ну, кроме Леона. Леон, понятное дело, со мной, только он сейчас спит. Ну, уже начало первое, и я только буду завтракать. Аллилуйя, к счастью, это свершилось. С кухней я практически закончила, и теперь перехожу на ванну. Можете посмотреть. В принципе, на камере видны вот эти вот желтые разводы, которые остаются просто, я так понимаю, от воды. Это места, где вода немножко застаивается, и вот такие вот остаются какие-то непонятные желтые пятна. У нас вода, честно говоря, здесь просто ужасная. У моих родителей или у Лешиных родителей вода абсолютно нормальная, хорошая, замечательная. Ее можно пить из-под крана, а здесь это просто ядерная война, а не вода. Ужасная вода. Прям мне жаль, что мы не то, что пить-то мы ее уже не пьем. Раньше мы даже ее пили, но мне кажется, она раньше была получше. А теперь мне просто жаль, что мы все поднимаемся, потому что даже кожа, безусловно, ощущает эту какую-то странную, не очень хорошую воду. Я привыкла, что с этим проблем нет, и когда я приезжаю к маме, то я просто как в спа-салоне, потому что я чувствую, как волосы, как кожа, иначе реагируют на просто чистую, хорошую воду. Ну все, на сегодня я закончила со всеми уборками, и прямо сейчас выбегаю на вождение. У меня осталось уже совсем мало занятий, и скорее всего на следующей неделе ГАИ от этого у меня немножко стынет кровь в жилах, но я уже очень хочу пройти успешно этот этап и сказать, что все, теперь я могу сесть за руль, поехать, и теперь я водитель. Так что все, времени поболтать у меня нету, с уборкой закончила, бегу на вождение, потом маникюр, все, увидимся чуть позже. Я уже дома отъездила, я свое вождение, потом сходила на маникюр. Кстати, на маникюр в этот раз пошла немножко раньше, потому что Леону мне один ноготь погрыз. Я пыталась забрать палец, но он его так зажал в зубы и не отпускал. Вот он сидит сейчас со мной. Мы сейчас ездили с Леоном вместе с Лешей делать фотографии на паспорт для вот этого маленького молодого человека, чтобы у него был тоже свой документ, и он чувствовал себя спокойнее, свободнее. Ну и вместе с этим его родители чувствовали себя свободнее. Мне, честно говоря, очень болит голова. Я не знаю, почему в последнее время у меня участились головные боли. Это мне раньше было когда-то вообще совершенно не свойственно, а сейчас я так прям периодами от каких-то напряжений или переживаний... Сегодня, кстати, еще смотрите, не знаю, может быть не будет видно. Вот тут вот есть маленькая точка. Я сегодня садилась в машину, и там ехали машины по другой соседней полосе. И чтобы не открывать дверь, когда они едут, я решила, постою, подожду, и как-то не скоординировала свои движения. Когда можно было уже залазить в машину, я мало открыла дверь, и я прям в угол двери, вот этот вот железный острый угол ударилась щекой. К счастью, на данный момент это выглядит вот так, потому что было очень больно, и я думала, что уже сразу будет синячище. И в таком состоянии началось сегодня моё вождение. У меня была эстакада, ну и как бы в городе мы уже давно ездим, но вот эстакаду только сегодня мне показала инструктор, у него такая какая-то методика. В принципе, она у меня получилась, я её поняла, но какое-то состояние вот такой растерянности присутствует, потому что полная уверенность ни на площадке, ни в городе я не чувствую. То есть в городе даже, мне кажется, мне как-то проще и понятнее. На площадке вроде тоже всё получается, но получается всё, если машина стоит в хорошем месте, то есть вот прям правильно, как она должна на стоп-линии. Я всеми фибрами души верю, что всё будет хорошо, и я всё сдам, но вот это вот нарастающее волнение, и вот из-за того, что я не чувствую себя супер-крутым водителем, оно меня просто не покидает. Лёша сейчас поехал по делам. Мне придётся ужинать в одиночестве, но вообще так тихо, как-то казалось бы, вот это время, пока детей нет дома, должно быть каким-то... Что, ты хочешь в камеру попасть? Что время дома должно быть сейчас каким-то таким свободным, потому что дети у бабушки, что у них каникулы, можно сказать, у меня каникулы. Но я полдня сегодня потратила на кухню с ванной, я отдраю, в принципе, всё, что хотела, потом вождение, потом маникюр, и, в принципе, понятно, что режим как бы свободный, я сама себе назначаю все свои дела, но не чувствую я почему-то полноценного отдыха. И, кстати, часто замечаю, что когда дети не рядом, ты всё равно не можешь полноценно вот это отпустить внутри какое-то чувство ответственности, и всё равно полноценно не отдыхаешь, хотя в любом случае понятно, что отдых получается, и передышка тоже получится знакная у меня сейчас. Леон тут уже ползает, и немножко недоволен, потому что хочет спать, поэтому я буду его укладывать и потом уживать. Давайте ещё раз покажу вам поближе цвет моего маникюра. Он просто для меня идеальный. Мне кажется, он мне настолько нравится, он настолько ненавязчивый, как будто бы я вот с такими ногтями родилась, честно. Я люблю, бывает, яркие, оттенки тёмные. Боже мой, какое недовольство. Да, но вот с таким оттенком мне комфортнее всего. Мне кажется, я постоянно могла бы ходить вот с такими вот ногтями. Вот он мой скромный ужин. Крылышко, немножко риса, спаржевая фасоль, курица запекалась вместе с фасолью, и лёный салатик. И быстрее что-нибудь это было бы. Потому что, даже говорю, я немножко заторможена от того, что всё это выставливает. А на голодный желудок пить обезболивающий совершенно не благородное дело. Вечер среды. Лёша поехал по делам. Дети, повторю вам, в десятый раз у бабушки. Ну вот этот вот ребёнок-то со мной. Да? Всем привет! Ой, мне до сих пор болит голова. Вы прикиньте, я лежу тут таким пластиком. Я выпила одну таблетку кетанова, и она мне не помогла. Что вообще со мной происходит? Не хочу об этом говорить, потому что, в принципе, такие темы не люблю обсуждать. Но это вопиющее ощущение, очень неприятно. Тихо! Куда ты уже собралась? Что я делаю? Смотрю, как сам Вэл делает вафли. Замечательно. Хотя от вафли я, кстати, сейчас бы вообще не отказалась. С удовольствием бы просто заточила вкусную, тёпленькую, хрустящую сахарную вафельку. Но никто мне их не предложит. Итак, я сейчас взвесилась. Ещё один повод для расстройства у меня нашёлся. Конечно же, Маша, ничто не проходит без следа, и твои зажираловки тоже. Говорим об этом завтра? За завтраком. Посмотрю, насколько хватит моего энтузиазма. У меня, кстати, постоянно всё вот такими периодами, пиками и спадами. Я одно время, там, неделю-две держу себя в нормальном режиме питания, реально таком здоровом. Поздно не ем, много не ем, мало ем мучного, и сладкого ем какую-то более-менее полезную альтернативу, там, ну, типа сухофрукты, или в моём случае даже повидло полезная альтернатива. При том, что я не сладкоежка. Но если дома что-то есть, то я могу что-то закидывать. То есть я не ем просто сладкое без разбора. Ну, а потом наступает ощущение того, что да, вроде как-то так нормально, всё со мной, всё в норме, всё неплохо. И я начинаю есть больше. И я привыкаю потом есть больше. И всё-таки каким-то плюс один-два килограмма это сказывается. И это неприятно ни разу. И это, кстати, ещё неприятно по ощущениям. Не говоря уже... Смешной закрутился тут. Не говоря уже о том, что я это вижу, ну, просто как не совсем хорошую форму тела, то я это ощущаю. Я теряю ощущение лёгкости и ясности. Потому что когда ешь меньше, когда ешь упорядоченно, то ты чувствуешь себя бодрее. И это очень приятное ощущение тонуса. Такое, когда я ею много, у меня оно пропадает. И ощущение не то, чтобы тяжести в животе, но как будто бы не можешь втянуть до конца живот. Ну, естественно, жрёшь, жрёшь, а оно всё не перерабатывается. Такие мысли на ночь. Да, скажи. Мне бы ваши заботы. Да, Леонель? Да. Скажи, мама, мама. А может, ты им покажешь, как ты ладушки умеешь делать? Покажешь ладушки? Покажи. Ладушки. Вот так вот, да, ладушки. Деловуха ты маленькая. Да. Ты умеешь ещё слово «да» говорить, да? Скажи «да». Да. Да. Молодец какой. Какой молодец, мальчик. Просто чудо. Доброе утро. Сегодня уже четверг. Можете посмотреть, чем я занимаюсь. Повторяю теорию к экзамену в ГАИ. В автошколе-то я всё уже ждала. Но, естественно, нужно не растерять всё это непосредственно к экзамену, который уже, если я ничего не путаю, не ошибаюсь, у меня будет скоро. А кроме этого, сейчас Леон спит. И покажу вам свой завтрак. Хлебцы с черри, огурцом, гранола с йогуртом, потому что ягод уже и банана замороженного нету, и клубничный чай. Хочу приучить себя к тому, чтобы пить чай вообще без каких-либо дополнений и ништяков. Думаю, что моя фигура скажет мне за это спасибо. А сейчас у вас есть возможность посмотреть, что я буду есть на обед. Тоже один из вариантов, который просто не надоедает. Хотя не так часто его готовлю, может, поэтому и не надоедает. Это, как вы видите, свёкла и морковь. Сейчас они отправятся в духовку. Я их слегка посыпала солью чуть-чуть, чтобы просто оттенить вкус. И немножко сахаром, чтобы он расплавился под грилем и закарамелизировал овощи. Ну, они так, в общем, с приятной корочкой поджарятся. Ну, и розмарин для запаха. И уже видя вообще то, что я вам снимаю, мне кажется, видео можно просто назвать «Что я ем?». Минут 15 с одной стороны. Я думаю, где-то так. Может, даже минут 10. Кстати, посмотрите, как вымали духовку. Видите, какое стекло? Можно просто как в отражении смотреть. Оно было всё прямо, вот всё в таких жирных пятнах. Жаль, что я не сняла то, каким оно было до этого. В общем, 10-15 минут с одной стороны под грилем, потом переворачиваем столько же с другой стороны. И всё, и можно будет есть. Чем подавать буду, тоже покажу. Раз такое гастрономическое сегодня видео. Скажу откровенно, овощи я передержала. Они, конечно, не безнадёжно потеряны, но пережарились чересчур. Я заговорила с мамой. Вот получаем то, что получаем. Думаю, что весь этот противень я съем сама. Тут ещё на фоне, смотрите, чем занимаюсь. Вообще, тема Петербурга, инструкция к применению. Она огромная. Узнаёте голос? И раз ещё к ней вернусь. Итальянец-портония. Это я тоже смотрю, не только Сан-Белла. Всё, буду обедать. Да, потом покажу тарелку, что будет ещё к этим овощам. Вот она, финишная тарелочка. Овощи к ним я ещё добавила. И ещё овощи просто сырые. Ну, вернее, салатную смесь. А вернее, ещё салат, который вы видели вчера за ужином, я его не весь ела. Ну и вот сыр козий. И типа дорублю, ну, по-моему, это да, наблюли что-то в таком духе. Сыр с голубой плесенью. Возможно, для сытности возьму ещё парочку хлебцов. Утро доброе, уже пятница. Сегодня у меня должно было быть вождение. Можете посмотреть, что вокруг меня происходит. Снег, туман, жуткая влажность. Где-то ноль градусов. Я вообще отказываюсь это понимать и принимать. И вот реально в этом году я всерьёз задумываюсь о том, что переехать стоит хотя бы из-за того, что в этом климате очень сложно существовать. Лично мне практически невыносимо. Я просто пережидаю это время. И кроме того, вот такая погода очень благотворно, в кавычках, влияет на болезненных детей. Что тоже меня напрягает. В общем, если бы у нас не было здесь наших любимых и близких людей, я бы реально, не раздумывая, лоббировала бы идею того, что нужно переезжать. В общем, как вы уже поняли, вождения у меня сегодня не будет. Просто утром мне написала моя инструктор со словами о том, что сегодня отбой, погода нелётная, сидим дома, встречаемся в понедельник. Так, ГАИ всё ближе и ближе, а погода не способствует тому, чтобы я хотя бы уверенно себя почувствовала на дороге. Бывают моменты, когда я очень хорошо езжу, и мне прям полноценно приятно и всё понятно происходящее. А бывает, что это как выбьет из колеи. И совсем другие ощущения. Ладно, перейду дорогу, потом повернусь к вам. Сейчас я иду в торговый центр недалеко от дома, потому что в воскресенье мы идём на день рождения к дочке нашей подруги. Нужно ей купить подарок. Ещё, наверное, куплю фюрешек и, возможно, даже кашу Леону. Он уже начал вчера у меня есть каши. Ну, в общем, по таким плановым, бытовым делам и покупкам иду в торговый центр. Может быть, ещё шапочку Леону, посмотрю, я не знаю. В общем, пока у меня есть возможность отключиться, я её использую. И надеюсь, что использую по делу. Все вокруг так внимательно смотрят на меня, как обычно. Впечатления можно произвести камерой. Хотя, наверное, чаще всего не самое лучшее впечатление производишь. Ну, по крайней мере, у меня какое-то такое ощущение. Ладно, всё, пошла. Вышла я из торгового центра. Закупилась я, конечно, ощутимо. У меня в руках два вот таких вот больших пакета. Один из детского магазина, другой из продуктового. Не люблю, конечно, я такие торбы таскать в руках. Знаете, что меня настораживает в последнее время? Я не понимаю, что происходит не так. Ко мне перестали подходить консультанты в магазинах. То ли я какая-то не такая, то ли они как-то изменились и почему-то уже не настолько клиентно-ориентированы. При том, что это встречается в момент, когда я одна в магазине, и покупателей больше нет. Ну, или, может, там один-два человека также ходят и рассматривают что-то по стележам. И вот мне, честно скажу, это абсолютно не нравится. Нет у меня, честно говоря, настроения. Глядя на всё это вокруг, просто какая-то белая, вот такая вот же туманная, серая апатия. Я понимаю, что это видео себе вообще не несёт никакой информативной и, мне кажется, даже эмоциональной ценности. У меня сейчас довольно напряжённый период. И поймите, что для меня эти видео как записки графомана. То есть я снимаю, чтобы как-то саму себя расслабить, разрезить, потом заняться этим монтажом. Потому что сейчас какой-то такой период, когда опять мы возобновили ремонт. Вернее, всё подготавливаем к этому. В ближайшее время опять нас эта тема коснётся. Это хорошо, но тоже напряжённо. И экзамены у меня скоро и в автошколе, и в ГАИ. Поэтому, естественно, время сейчас очень непростое. И это всё ощущается, но эти видео немножко меня расслабляют. Быстрый обзор покупок. Вот то, что я купила в детском магазине. Это для нашей маленькой именинницы. Такое полезное лакомство. Это для Леона. Пробую, покупаю разные пюре разных производителей. Что-то ему нравится больше, что-то меньше. Эти хипы, они довольно дорогие обычно, но они были на скидке в Буслике. Решила их взять тоже попробовать. Вот, всё пока овощное. Фрукты я ему ещё не даю, потому что чую, как дам фрукты. Овощи ему станут совсем неинтересны. Поэтому пусть немножко подрастёт и плотно привыкнет к овощам. Это я зашла в Белит и купила вот такую маску-плёнку. У меня уже есть полирующая маска Скараб. Очень мне нравится. Решила попробовать плёнку. Вот непосредственно то, что, чем мне и нужен был детский магазин. Такая как детский кларнет. Мне кажется, больше всего на кларнет, наверное, похоже. Этот музыкальный инструмент. А мне хотела что-нибудь такого типа дудящего. Ну и вот продуктовые покупки. Лепёшка. Это я её ещё немножко погрызла. Сырки. Их только три, потому что я не люблю, в принципе, такие штуки. Это сметанники. Их любит Арсений. Лепёшку любит Вера. Сыр, который едят дети, потому что всякие козьи, плесневелые или ещё какие-то такие они не едят. Для Эмилии еда. Соевый соус. Вроде нормальный. Мы такой никогда не брали, но состав у него хороший. Руккола с мангольдом салат. Молоко. Бананы. Ну и вроде бы всё. Казалось бы, что тут такого. Ну ещё купила банку смеси для Леона, её я уже брала в шкаф. А сумки были реально тяжёлые. Неприятно это носить на своих руках. Я тут затеяла манник. На такое получилось тесто. Но я такое ещё ни разу не делала. Казалось бы, абсолютно привычный и обычный пирог. Это тесто для манника. Но именно такое я никогда не делала. Здесь нету ни молочных продуктов. А ведь обычно манник делается либо на кефире, либо на йогурт. И здесь ещё нету яиц. То есть там в составе только манка, мука. Обычно муки в ваннике нет, оно здесь есть. Потом сода, вода, растительное масло, сахар, ванильный сахар немножко. И всё. Ну, соду, естественно, нужно погасить. Будет интересно. Не проблема мне скинуть вам рецепт. Но не торопитесь. Мы же его ещё не испекли. И даже не знаем, каким он получится. Вот такой получился манник. Очень нежная консистенция. Даже не знаю, с чем вам её сравнить. Она просто тает. В очередной раз убеждаюсь. Обожаю выпечку без яиц с растительными маслами. Но тут, конечно, у меня сопровождение классное на фоне. Вот эта вот дребезжалка, дрончалка, сверлелка. Но я постараюсь её перекричать и не нервничать. Скоро это закончится. Оказалось, мало сахара. Он практически не сладкий. Хотя меня изначально не смутило количество сахара. Можно мне попробовать? В общем, да, сейчас попробуешь. Давай попробуй, скажи, как тебе. В общем, я буду его пропитывать лимонным сиропом сладким, чтобы было послаще. Скажи, это очень нежно, правда? Согласна? В общем, реально класс. Ди, попробуй. Доработать надо совсем чуть-чуть. Прелесть. У нас тут просто разгорелась драка. Уплетают за обе щёки и даже ничего не говорят про то, что мало сахара. Вырывают друг у друга изо рта. Буквально. Сеня, поделись с Верой, пожалуйста. Что ты меня снимаешь? Она, может, не в форме, не готов, не готовилась. Пришёл мой добытчик. И принёс. Ужин. Добыл как минимум ужин. Из того, о чём мы расскажем, да. Там есть клубничка. Это суши из ресторана Ронин. Обычно мы заказываем в Суши Хаус. Можем чаще всего там. Но вот сегодня решили поэкспериментировать. Я прям хочу восхититься, потому что именно этого я жду. Посмотрим, как это будет на самом деле. Мы уже очень голодны, поэтому будем приступать. Ужин. Продолжение следует...